В Тверской области 20 ноября завершается прием заявок для участия в конкурсе «Человек-года» и «Лучший социальный проект». Подать заявку могут жители Верхневолжья и зарегистрированные в регионе организации. Наталья Чекет узнала об особенностях конкурса и требованиях к будущему победителю. Идея проведения конкурса зародилась в 2018 году. А начиная с прошлого года он стал ежегодным. Почетное звание «Человек-года» присуждается за личные заслуги и достижения в профессиональной деятельности. В социальной или общественной работе. А награда «Лучший социальный проект» года вручает за развитие институтов гражданского общества. Мы выделяем людей как специалистов своей деятельности, врачей, учителей, инженеров, так и тех, кто занят общественным служением, социальным служением. Потому что для нашей современной России это является значимым. А в условиях последних месяцев пандемии, тем более, когда люди кроме профессиональной деятельности, занимаются еще и помощью нуждающимся, это похвально и нуждается в общественной деятельности. Пандемия коронавируса привнесла в нашу жизнь множество изменений. Ношение масок, соблюдение социальной дистанции и постоянную дезинфекцию поверхностей. Однако многие жители продолжают работать в сложных эпидемиологических условиях. Поэтому организаторы конкурса в этом году ввели новую номинацию за самоотверженный труд в условиях пандемии. Подать заявку в этой номинации могут как отдельно граждане Тверской области, так и любая организация может выдвинуть на конкурс своего работника. Документы принимаются до 20 декабря. Была идея отметить отдельно медиков, но мы поняли и признаем на самом деле тот факт, что не только врачи, не только добровольцы подвергают себе особой опасности, но те же педагоги, те же преподаватели школ, люди разных профессий, которые на рабочем месте в условиях распространения инфекции продолжают заниматься профессиональным своим делом, могут участвовать в этой специальной номинации. По мнению губернатора Тверской области, Верхневолжье всегда славилось яркими, талантливыми и неравнодушными людьми, которых отличает созидательный труд, активная жизненная позиция, ответственность за судьбу своего края и страны. Достижения лауреатов и победителей конкурса «Человек-года», лучший социальный проект года, являются примером деятельного участия в развитии региона, служат сохранению исторической памяти нашего народа, духовного и культурного наследия региона, воспитанию подрастающего поколения на основе традиционных ценностей. Напомним, что по итогам 2019 года почетное звание «Человек-года» было присуждено трём жителям Верхневолжья. Так, в номинации за личные заслуги и достижения в социальном служении победу одержал Игнат Ковалёв. Десять лет назад он начал заниматься спортом с детьми с ограниченными возможностями здоровья и демонстрирует определенные успехи. «Человек-года» Ковалёв Игнат Николаевич. Ребята с аутизмом начинают говорить некоторые слова. Это, я считаю, очень хорошее достижение. Ребята с ДЦП начинают бегать на лыжах. Ну и ребята начинают улыбаться, которые не улыбаются, и общаться вообще между собой. Может быть, как-то это выглядит по-своему, но у них улыбки на лице, они в процессе, они чувствуют себя профессиональными партийами, тренируются и получают массу удовольствия. Таких людей, которые участвуют в социально значимых проектах, достаточно много. И они обязательно должны делиться своим опытом, уверены организаторы. На конкурс уже поступило много заявок, поэтому выбрать лучшую будет не так просто. Награждение победителей и лауреатов конкурса 2020 года состоится 29 января и будет приурочено к Дню образования Тверской области. Подробнее ознакомиться с конкурсной документацией можно на официальном сайте Общественной палаты Тверской области.